Сердце внутренних дел со стороны ветеранов, если таким образом ветераны с таким неуважением, отслужившие, в том числе и в горячих точках, выисполняя свой служебный долг, таким образом увольняются. Меня уволили в 2010 году за невыход на работу в 2007 году, после сокращения должности. На вопрос неоднократов, которые я задаю в начале департамента кадрового обеспечения МВД Украины, товарищи ДВК, я в разумительного ответа по настоящее время не получил, с какой должности я уволил, с какого управления, в каком государстве, в конце концов, я не вышел на работу. В знак протеста я отказался оформлять пенсию, из-за 2010 года пенсию не получая на протяжении четырех лет. Я не хочу. По преступным заказам членам семьи бывшего генерального прокурора Ворсина, исполняя эти преступные заказы. У меня фактически при организации депропетровской прокуратуры похитили малолетнего ребенка и незаконно вывезли без моего разрешения как отца за пределы нашего государства, причем помимо контрольно-пропускных пунктов. Среди нас нет многих ветеранов. Многих ветеранов нету МВД, которые погибли при исполнении служебного долга. Нету ветеранов афганцев, которые здесь вынуждены приезжать и защищать свой народ. Там была война, здесь вообще, я извиняюсь, непонятно от кого, потому что мы все украинцы и должны быть вместе, должны поддерживать общественный порядок и бороться с преступностью. Каждому ветерану афганцу сейчас как минимум 50, как и мне. И мы находимся здесь. Я прошу вас, много сотрудников, при исполнении служебных обязанностей погибла. Службы СПУ, защищая вас, защищая нашу страну. Министерство обороны, службы чрезвычайных ситуаций. Я прошу всех погибших почтить их память минутой молчания. Спасибо. Дякую. Дякую. Слава Украине. Дякую. Мы тут стоим, чтобы никогда не повторился тот шабаш 30-го листопада, чтобы были приняты такие законы, которые сделают милицию правильную. Так? Мы за измену системы, чтобы никогда не повторился этот жар. Зараз музыка.